Привет! С вами Тамара Один. Сегодня мы посмотрим на примере песенки фонарщиков из Буратино, как работает арпеджированный аккомпанемент. Начнем мы с того, что мы будем делать переложение, потому что вообще-то есть ноты оригинальной версии, прям клавир. Я их нашла в библиотеке Бориса Тараканова. Это огромная библиотека нотная, где можно вообще массу всего найти. Там есть прям целый pdf-сборник, где вторым номером значится как раз вот эта песенка фонарщиков. И там клавир. Что такое клавир? Это фортепианное переложение, максимально близкое к общему звучанию, допустим, оркестровой версии. Ну, чаще всего это имеет отношение к академической музыке, поэтому про оркестр идет речь. То есть вот то, что там играется оркестром, вот в оригинале там и скрипки есть, и все на свете. Это все переложено для того, чтобы сыграть руками. Поэтому, если вам хочется прямо близко к оригиналу, это вот я оставлю внизу ссылочку на как раз вот эти вот ноты оригинальные, скажем. Но, но, вот я, например, эту версию сыграть не могу. Почему? Потому что там очень специфическая сложная арпеджированная работа идет. Это я сейчас медленно сыграла, но что-то вот такое. Мне для моего формата руки это очень неудобно, поэтому я такие вещи никогда не играю. Может быть еще такое, что, допустим, ваш формат руки подходит под эту конструкцию, но вам не хватает техники, потому что вы чувствуете, это требует очень-очень многих навыков, чтобы вот это сыграть. Поэтому, если вам, как и мне, по какой-то причине не получается вот играть оригинальную версию, как раз в этом видео мы сегодня посмотрим, как сделать переложение, чтобы можно было это сыграть. Вообще в переложении наша самая главная задача это сделать узнаваемо. Причем хочется таким открытием поделиться, что вот похоже узнаваемо и в копейку это не синонимы. Порой даже частенько это антонимы. Вот бывает даже так, что, например, снимаешь просто вообще-вообще в копейку какое-то произведение, играешь его и понимаешь, что, ну мягко выражаясь, получается что-то не то. Вот вообще не то. И сразу вопрос, почему? Мелодия вроде та же самая, гармония вроде та же самая, ритмика та же самая, а не звучит. Почему? Потому что не нотами едиными. У нас еще ведь есть характеристика инструмента. Ну, к примеру, если мы сыграем на пианино вот просто в копейку то, что мы сыграли на гитаре, то оно не прозвучит так же, как на гитаре. Ну это, конечно, капитан очевидность, но тем не менее, да, текстура инструмента другая. На пианино вот такой характер звучит, ну, как-то так себешно, а на гитаре будет звучать красиво. Даже если я это на педаль посажу, эффекта вот того не будет. Поэтому наша задача сделать именно узнаваемо, но при этом изыскивать способы, как это сделать. И порой эти способы даже, я бы сказала, удивляют, потому что никогда не можешь ждать, что вот именно вот так это решится. Ну, то есть, не можешь предугадать заранее, что вот именно вот таким способом ты сейчас сыграешь, и это будет действительно похоже на оригинал, это будет узнаваемо. Короче, наша задача сейчас вот, собственно, с этим делом поработать. Я приготовила переложение, ноты тоже я оставлю, вы их уже найдете на моем сайте. И сегодня мы как раз и посмотрим, как это дело сыграть. Как я уже сказала, мы посмотрим арпеджированный аккомпанемент, поэтому давайте сразу разберемся с терминами, чтобы не было никаких разночтений. Что такое арпеджио? Арпеджио это характер движения. Вот у нас есть аккорд, ну, возьму какой-нибудь удобный. Дома же, например, да? Вот мы его берем единым таким вот, одним шмяком. Вот взяли, все ноты в один момент. Но мы можем его сыграть. Вот оно, арпеджио. То есть это разложенный во времени аккорд. И, я думаю, многим вам известно, одно из классических упражнений фортепианной школы для разминки, для наработки техники, это вот арпеджио. Это оно. То есть арпеджио это, еще раз, характер движения. Но есть такая штука, как арпеджированный аккорд. То есть в основе лежит, в общем-то, один и тот же эффект, один и тот же принцип. Мы берем все ноты не в один момент, а немножко друг за другом. То есть каждая нота попадает именно в свой участок времени, там, широкий или узкий, неважно. Главное, что не так, а вот так. Но в чем разница принципиальная? Причем разница для нас, как для аккомпаниаторов, для аранжировщиков, для людей, которые работают с музыкальной формой на контрасте. Принципиальная разница в том, что в арпеджио, собственно, движение идет именно арпеджио. Вот он принцип движения. А в арпеджированных аккордах движение идет аккордами. Вот именно на вот этом, на этой разнице я построила аранжировку вот этой композиции, этой песни. То есть у меня сквозь всю песню идет принцип арпеджио, только он в куплетах выражен так, а в припевах выражен так. И это дает нам контраст, на котором, собственно, все работает. Давайте теперь возьмем схему. Вот она схема, повыше ее подниму. Как обычно, я выписываю название, я выписываю тональности. Тональность у нас фа минор и чистая фа, в смысле фа мажор. Здесь я выписываю части. Тут такое схематическое изображение, которое мне помогает ориентироваться, какая часть, да что же у меня прогибается, какая часть играется каким способом. А здесь я уже выписываю то, что у меня получилось. То есть вот это оригинальная форма песни, какие там части, где какие перебивки и так далее. А это то, что получилось у меня. Смотрим. Вступление, первый куплет, припев, второй куплет, припев и вступление, оно же окончание. То есть там материал во вступлении и в окончании один и тот же, поэтому я их написала так. И по характеру движения, по фактуре аккомпанемента на вступление и куплеты, ну и соответственно окончание, они ну плюс-минус одинаковые. А вот припевы, они принципиально другие в оригинале. Я сделала то же самое. Единственное, тут вот между припевом и вторым куплетом была маленькая перебивочка. Я ее убрала, потому что в оркестровой версии это звучит здорово, но в фортепианной версии вот эта конструкция, она разламывала мне форму. Какой-то такт непонятный, поэтому я его не стала брать. У меня получилось ровно то же самое. То есть я сохранила форму целиком, пожертвовав небольшой штучкой вот этой вот, чтобы ничего не разломалось. И вот видите, у меня вот эти вот обозначаловки, они немножко разными цветами. Вот это и вот это полностью абсолютно идентичные, они совпадают. Дальше идет первый куплет, он похож на вот эту конструкцию, но раз здесь нет этого цвета, он чуть-чуть другой. Вы это сейчас увидите и в нотах тоже заметите. Потом второй куплет тоже чем-то отличается. Там принцип получается тот же самый, но опять же есть некоторые отличия. Вот я тут себе подписала, что здесь у нас идет арпеджио в левой руке, а тут и в левой и в правой. Потому что здесь нужно какое-то развитие. Какое-то развитие. И припевы играются арпеджированными аккордами. Вот так. А да, кстати, мы посмотрим в этом видео два варианта. Мы посмотрим как сольную игру, вот всей этой конструкцию, то есть без голоса, прямо вот только руками. Целиковую самодостаточную композицию. Так и посмотрим, как это дело превратить в аккомпанемент. Потому что если мы будем играть сольную вещь и сверху кто-то будет петь, скорее всего начнется конфликт, потому что мы рукой проводим мелодию. И они будут друг друга дублировать, и это не очень здорово будет звучать. Если это будет все время. Итак, давайте посмотрим. В самом начале я сыграла вступление. А не тем пальцем. Вообще, когда я готовилась к этому видео, к вот этой аранжировке, я думала, что раз у нас там все на арпеджио, то арпеджио сядут на правую руку. Как вы видите, нет. Арпеджио каким-то магическим образом оказались в левой руке. Вот опять же, к вопросу о том, что похожесть и узнаваемость, она иногда рождается в другом инструменте через какие-то вообще неожиданные способы. Ну вот там-то вообще-то вверху арпеджированность вот эта. Но тут, видите, у нас всего две руки и один инструмент, и нам нужно и мелодию, и ритмику, и гармонию выразить. Поэтому вот опять же, да, вот эти все массы музыкальные перемещаются прямо как на метеорологической карте. Нам тут недавно весь день стояла гроза, я протаскала с собой зонтик весь день. Вообще просто солнце весь. Поэтому вот эти вот тучи гармонические как-то специфически ходят. Так вот, чувствуете, вот она левая рука, и там происходит все именно движение. То есть вот этот вот моторчик такой, он у нас оказался в левой руке. Правая рука ведет себя намного более спокойно, она ведет мелодию и иногда будет чуть-чуть подхватывать гармонию. Ну да, в припеве особенно, а в куплетах, во вступлениях она буквально-буквально занята исключительно мелодией. Так вот, узнаваемо, узнаваемо, как я это сделала? Если мы посмотрим на оригинальную опять же... Там много нот. Но сквозь эти много нот прочитывается мелодия, которую мы ухватываем слухом и которую потом начинаем напевать. Мы же не будем напевать вот это... Где-нибудь в душе, например, стоя. Мы же не вот это будем напевать. Мы будем напевать что-то... Вот это нам и нужно для узнаваемости. То есть это вот эти вот узловые элементы, которые мы выцепляем из музыки, чтобы слушатель понял, что вообще мы имели в виду. Именно это я и положила в правую руку. Что у меня делает левая рука в этот момент? Тут задачка была такая специфическая. Она должна, во-первых, разумеется, выдерживать бас. Она должна определять, что у нас сейчас за гармония, что за аккорд. И делать это очень четко. Потому что это эстрадная вещь, эстрадная, ритмизированная. Поэтому тут у левой руки ритмическая задача очень сильная. И она должна показывать гармонию. Но если бы мы сделали вот так... То есть такое классическое аккомпанементное решение, когда левая рука показывает первую ступень, пятую и первую. Вроде бы ведет ритмику. Вот чего-то бы не хватило, да? Даже на педаль посажу. Более того, скажу, вот я сейчас играю и понимаю, что теряется стилистика. То есть нас начинает оттаскивать в более современный поп. А у нас там не современный поп. У нас все-таки музыка советского периода. А она имеет совершенно четко ощутимую стилистическую принадлежность, я бы сказала. Вот то, что я сейчас сыграла, вот это вот, недостаточно этого. Поэтому я продолжила вот сюда. То есть я пошла по гармонии. Можно, конечно, было бы что-то такое сделать. Правда, вот здесь, здесь бы уже, ну, руки бы сомкнулись, да? Можно, конечно, вниз отнести. Но, опять же, чувствуете, можно, но мне лично не хватило какой-то перчинки. Поэтому я добавила вот эту вторую ступень. Здесь у меня седьмая. Здесь тоже седьмая. И все это висит на педали. То есть создается такая приятная пряность, какая-то терпкость, которая как раз и дает нам нужный объем, который как раз вот для музыки советских кинофильмов очень характерен. То есть вот он прямо вот, он начинает вот так раздаваться вширь, вглубь, по всем осям координат, в 3D, ну, короче говоря, вот появляется какая-то насыщенность. Вот. Правая рука, опять же, да, она себя ведет. Она вот ходит, у нее аппликатура одна и та же. Можно на нее даже не смотреть, если поставить ее на эту аппликатуру, она будет очень мягко, аккуратно сдвигаться и ничего никуда не съедет. А вот на левую руку нужно, конечно, дать внимание. И здесь, видите, у нас аппликатура специфическая. Здесь мы идем прямой рукой, а дальше подворот. Можно играть через второй и первый, но, видите, здесь тогда больше движения рукой пойдет. Поэтому третий и второй оптимально. По максимуму, как мы можем пройти прямой рукой без подворотов, мы проходим. То есть пытаться корячиться сыграть вот так не стоит, но слишком. Растяжение большое, поэтому прямая рука сюда. Опять же, да, если вам масштаб руки позволяет, играйте по-своему. Самая основная задача, это чтобы рука была максимально долгое время прямая, без всяких подворотов, заворотов и прочего. Здесь вообще какой-то современный танец у руки начинается. Ну, это, кстати, очень приятное ощущение, когда играешь. Что-то такое делать. Вот это будет очень такое, конечно. Но здесь надо постараться. Так играется вступление. Дальше у нас начинается куплет. Левая рука, как вы сейчас увидите, будет играть то же самое, что она играла. Играет музыка. Сейчас мы это медленно все разберем. Вот оно. Правая рука ведет мелодию и только изредка где-то немножко подхватывает. Я думаю, вы заметили, что когда я сыграла так, а потом так. То есть добавила здесь еще немножко гармонии, у меня звук уплотнился. Можно использовать этот эффект точно так же, как вот я сейчас сделала. В первый раз сыграть одну ноту, а второй раз дать ей жирноты за счет аккорда. То есть больше гармонии, больше веса получается развитие. Можно оба раза играть одну ноту, можно оба раза играть аккорд. То есть тут смотрите, какая плотность вам нужна, как вы поведете развитие своей вот этой части. Что у нас тут происходит? У нас здесь тоже есть арпеджированность легкая. Можно, конечно, вообще одну ноту взять, то есть исключительно правой рукой мелодию играть. Но я так попробовала, мне не очень понравилось, поэтому я добавила туда. Вот она арпеджированность. Вот она арпеджированность. И видите, да, у меня левая рука в противовес тому, как это было во вступлении, на аккорде ре бемоль, я ушла вниз в куплете. А во вступлении он был вот здесь вверху. И он у меня без седьмой ступени. То есть вот он прямой, вторая, третья. То же самое происходит с аккордом ля. Можно его сыграть так, как во вступлении, но, честно говоря, мне больше нравится в куплете играть более, ну не то чтобы чистый, но наверное чистый в смысле менее перченый. То есть вот когда вот так мы сразу на первую, вторая, третья. Вот так сейчас откуда мы начнем. Вот так. Потому что можно и так. То есть вот. Или. И так, и так можно. Опять же смотрите, какой из вариантов вам нужен. И опять же повторяюсь, все мы играем прямой рукой. Максимально прямая. И только когда уже совсем вариантов нет, мы доигрываем. У меня даже иногда, я когда сейчас тренировалась, у меня получалась аппликатура совсем уж современная. Когда я... Чувствуете, что творю, да? То есть я... Но тут нужна сноровка. Тут нужен навык. Игра большим пальцем, если прислушаться, она дает чуть больше такой, как бы сказать, не то чтобы колокольности, а просто вот эта костяшка, она позволяет более такой пружинисто-упругий звук. Чувствуете, разница есть немножко, да? Вот когда я перебираю или когда я вот этим делаю. То есть я не стучу по клавише, просто такой характер движения получается, что инструмент выдает немножко другой звук. Видите, здесь тоже можно сыграть вот так. Можно сыграть так. Или... То есть смотрите, как вам будет удобно. Здесь мне захотелось, вот в этом месте, в конце куплета, мне захотелось чуть-чуть, ну не то чтобы сломать, немножко видоизменить, притормозить движение левой руки. Видите, она все время шла одинарными нотами. А тут у нее получится вот такой интервал. Потому что мне кажется, что вот этот доминант, аккорд пятой ступени, который здесь звучит, надо как-то акцентировать его. Он не может быть просто обычным доминант септом. То есть вот. Потому что там в мелодии ребемоль. А это уже получается не септ, это получается у нас еще пониженная девятая ступень. Обычная девятая ступень, да? А здесь ребемоль, пониженная девятка, она всегда придает... Ну, я бы не сказала, что романсовости какой-то. Ну, чувствуете, доминанты становятся более какой-то, то ли темноватый, то ли какой-то рыхловатый. Ну, здесь вот найдите свою ассоциацию. И мне захотелось это как-то подчеркнуть, что не только вот здесь. И потом в этом месте, где я беру вот это, я полностью меняю педаль. У меня отрывается бас, бас прекращает свое звучание. У меня остается вот такая конструкция. Она дает большую мягкость, когда у нас баса нету, потому что слишком очевидно. А это уже мягче. То есть таким образом, что я оторвала здесь бас и оставила такой мягкий аккорд, я компенсирую вот как раз ту терпкость, которая у меня случилась. Чувствуете, что тут прям диссонирует изо всех сил? Опа, меняю педаль и компенсирую вот эту диссонированность мягким аккордом. Опять же, работа на контрастах. Идем в сторону припева. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Почти попала по аккорду. Вот. Это то, о чем я говорила. Чувствуете, совершенно поменялся характер фактуры аккомпанемента. И получился контраст. Хотя в основе все равно лежит арпиджи. Боже, арпидзационный принцип, короче. Принцип взятия аккорда, ну, не сразу все ноты воедино, да? Принцип арпиджации. Короче, я не могу составить форму слова, но вы поняли. То есть вот оно. Практически все созвучия правой руки, и аккорды, и интервалы у меня берутся через арпиджиата. Для примера, если бы я сыграла без этого. Тоже можно, но лично мне, опять же, не хватает какой-то... Знаете, как есть тюльпаны с ровными лепестками, а есть тюльпаны с пушистыми лепестками. Я не знаю, почему мне такое сравнение пришло. Ну, в общем, вот чего-то такого мне не хватило, какой-то пушистости вокруг аккорда. Поэтому я играю через арпиджированность. Здесь вот мне хочется именно такое решение. У меня остается висеть вот эта штука. Если вы заметили, я очень аккуратно в этой композиции использую седьмые ступени. Прям супер-мега дозировано, потому что все-таки это не джаз. Все-таки это не джаз. Но надо быть аккуратным, чтобы внезапно не поменять стилистику. Если у нас, опять же, нет такой задачи. У нас нет задачи сделать джазовую аранжировку этой вещи. У нас есть задача сделать переложение. Аранжировку, фортепианную, узнаваемую, но без смены стиля. Поэтому аккуратненько. И вот так вот прямо я их добавляю совсем по чуть-чуть. И вот здесь очень завуалирована добавленная мной седьмая ступень. Вроде бы, да? Вот эта нота, она пока что имеет отношение к фа-мажору. И для него это третья ступень, ничего особенного. Но я ее оставляю звучать. Чувствуете, какая прелесть? У меня уже звучит в себе моль-мажор, но эта ля осталась как бы типа невзначай. Но она все равно добавляет немножко тоже какой-то вот легких таких подтонов. Вот без нее. Вот это единственное место, где я тут прям вот беру прямой интервал без арпеджирования. На камере кончилось место. Пришлось переподключаться, перегружать. Ну, в общем, продолжим. Итак, вот эта вот конструкция. Она добавляет легкой такой колокольности, что ли, потому что в оригинальной версии вот этой песни из фильма там как раз бум, бум, какие-то вот есть такие похожие на колокола инструменты и эффекты, которые хотелось бы хоть как-нибудь в руки подтянуть, но при этом, чтобы это было играбельно. Поэтому вот такая штука. Во второй части припева будет похожая. Тут у нас уже чистый девятый аккорд, нон-аккорд, да, не с пониженной, а с нормальной родной своей ступенью девятой. Здесь вот широкое разложенное, развернутое трезвучие. Вот он, тот же самый эффект, только расширенный. Вот опять я играю еще на той гармонии, на фа-мажорной гармонии, до, ля, фа, и пальцы не снимаю. В итоге у меня звучит трезвучие, и на нем я беру ре. То есть вот только что у меня был нон-аккорд до мажора. И тут же у меня случился такой же нон-аккорд, только в си-бемоль-мажоре. Значит, сейчас пару слов о том, что делает левая рука. Она играет такой мягкий пунктир, но все-таки именно пунктир. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. То есть вот восьмая с точкой, шестнадцатая. И она так делает везде. Вот если просто... Маловато. То есть правая рука не вытянет на себе массив припева, тем более, что это припев, и он должен быть потолще. Поэтому левая рука снова берет на себя ритмическую основу и дает вот такой вот... Я бы не сказала, что он колючий, просто вот такой немножко угловатый, но эти углы такие скругленные. Она вот этим своим движением не дает общему движению песни остановиться. Что у нас происходит на стыке между припевом и куплетом? Все. То есть у нас состыкновение прямое, несмотря на то, что мы не сразу начинаем играть мелодию, но у нас конец припева – это начало куплета, потому что я заканчиваю еще припев, у меня вот последняя нота мелодии, а левая рука уже ведет фактуру куплетную. Вот и получается у нас вот такое состыкновение нахлёстом. Но оно помогает взаимопроникать и таким образом делать форму без каких-то вот таких... Ну как это? Не выбоина, как правильно сказать? Ну, короче, не дает тормозиться. То есть движение получается ровным. Все, вот оно жук. И одной такой вкусной колбасой ровной, одинаковой течет вперед. Здесь, опять же, на ваш вкус. Так как у нас здесь мажор и минорность одноименная, у нас куплет и вступление окончания фа миноре, а припев фа мажоре, то вы можете выбирать, в зависимости от вашей задачи, настроения, вы можете вот эти проходы, ну как минимум первый проход, либо сразу сделать в миноре, либо первый сделать в мажоре, потом сделать в миноре. Вот так. Либо... Вот я сейчас сыграла, и чувствую, что не просто исключительно ради сиюминутного оттеночка можно здесь менять в этом сочленении, менять минор и мажор местами. Ну, в смысле, что либо мажор-минор, либо два минора, да, вот в том месте, где мы сейчас говорили. Соединение припевы и куплета. Вы чувствуете совершенно разный эмоциональный характер здесь закладывается. Когда у меня сначала был мажор, хочется прямо аж притормозить в этом месте, и начало куплета получится более мягким. А когда я делаю оба минора, второй просто начинает переть, как на дрожжах, и он с собою выносит нас в начало куплета, и начало куплета второго получается более активным. То есть вот еще один элемент нашего конструктора. Я недаром играла вот дотуда, и все время вот это проигрывала, чтобы вы уже познакомились с моим решением внутри аранжировки второго куплета. Да. Вот это то, про что я говорила в схеме, что вот, да, вроде бы то же самое, но не совсем. Здесь арпеджио случается в обеих руках. И это опять же момент опциональный, но для развития формы он будет хорош. То есть мы добавим, ну, какого-то эмоционального напряжения, я бы сказала. Левая продолжает играть все без изменений, а правая ей вторит. Элемент сложный, да, но ради его красоты можно постараться. Опять же, разбираем все супер-мега-медленно, чтобы это нормально выиграть. И чувствуете, вот я сейчас опустила руки, а педаль висит. То есть я это сажу на одну педаль и не боюсь вот этих таких легких грязинок, которые тут грязинками-то и не являются. Вот мы в видео про педаль недавно как раз говорили об этом, что не все то, что вроде бы теоретически можно считать грязью, на практике реально грязью является. То есть есть вещи, которые, ну, так же, как вот там перец, соль, пряности, они нужны. Они в определенных масштабах, они нужны, и они не портят, а наоборот улучшают. Поэтому не бойтесь это садить на одну педаль. Это красиво. Ну и каждый новый бас я подчищаю, поэтому эта терпкость, диссонированность, она звучит короткое время. Но опять же, да, я собрала диссонансы так, чтобы они были, ну, такого, скажем, щадящего характера. И вот таким характером, таким манером играется весь второй куплет. Сейчас, секунду, я не до конца выиграла это место. Придумать я придумала, но выиграть я еще не до конца. Левое все то же самое делаете. Субтитры создавал DimaTorzok Тут в правой руке чуть-чуть меняется принцип движения. То есть тут мы это арпеджио, арпеджио, точнее сказать, разворачивали вверх от опорной ноты, а здесь оно чуть-чуть другое. Мне очень нравится эффект. Особенно, когда быстро пробегаешь легкими руками. Оно придает какой-то воздушности. Здесь опять же, да? Видите, что я сделала? Я это вот в первом куплете я четко сняла педаль, а здесь я все на одной педали сделала. И здесь опять же сочленение куплета и припева, оно очень вариативное. Вы можете здесь... То есть вы можете сразу упасть на эту фа и сделать опять же нахлёст. Вроде бы закончилась мелодия куплета только в этом месте, а тут уже пошла фактура припева. Можете сделать сочленение вот такое, стык в стык. То есть упала последняя нота мелодии куплета, и здесь у меня в левой руке фактура еще по-прежнему куплетная. И здесь она останавливается. Но опять же, тут попробуйте еще какие-то варианты состыкновения. Может быть там сначала это будет минор, а потом как-нибудь вот так. Чувствуете, да? Помиксуйте. Вот это с вот этим. Вот это с вот этим. Стоячие ноты. Когда мы делаем легкую такую дырочку, нельзя, конечно, назвать стопом, не совсем он так работает, как стоп. Стоп более яркий и рисковатый. Здесь он просто мягкая остановка. И припев второй в целом, он настолько самодостаточный, что его можно сыграть точно так же. Развития куплетного будет достаточно, чтобы вытащить на себе еще и припев. Но, в принципе, можно чуть-чуть добавить движения. Например. Ну, то есть вот просто в два раза чаще играть аккорды правой руки. Можно сделать по-другому. То есть у меня движение левой руки, то оно шло только вверх, то я его в обе стороны. Такая качеля. Так и так. Как вам будет угодно. Ну, я сейчас какой-нибудь из вариантов сыграю и покажу сочленение между припевом и уже окончанием, которое, в общем-то, как вступление точно такое же. Музыка. 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 То есть вот, оно происходит стык в стык, мы просто начинаем играть вступление. И опять же, можно чуть притормозить в самом конце припева. Я играла по-другому, да. Музыка. У нас, семи, моль. Вот. То есть, можно чуть притормозить, можно не притормаживать, можно на сочленении припева и окончании не притормаживать, но зато притормозить где-нибудь. Вот так. Или. Можно, да, последний проход два раза повторить, можно один. Попробуйте, покрутите так и так, и вы найдете вариант, который вам поможет выразить вашу эмоцию. Опять же, не забывайте про работу контрастов. Если мы где-то ускорили, мы где-то должны затормозить. Ну, компенсация. Потому что, если ее не сделать, то форма, она начнет разваливаться. Она надо, чтобы она была целостная. Это, что касается сольной игры. Теперь мы посмотрим, так, немножко поговорим о том, как вот это все превратить в аккомпанемент. Ну, вступление и окончание остаются точно такими же. Что с ними делать? Они и так хороши. Так вот. Что мы делаем в куплете? Если мы там начнем дублировать мелодию, ну, то есть мы будем играть то же самое, что в сольной версии, то у нас будет, собственно, как, ну, мне кажется, слишком много, как бы правильно сказать, мелодии на квадратный сантиметр музыки. Голос потеряется. Не важно чей, не важно там тенор, сопрано или там кто-нибудь, альт, например, он потеряется. То есть слишком активная мелодия, если ее дублировать, рука, она не то, чтобы перетянет на себя внимание, вот как раз в том-то вся и проблема, что внимание рассыпется. Оно не сможет перетянуться никуда, потому что они друг друга забьют. Руки, ну, правая рука и голос. Все. Ну, или какой-то сольный инструмент. То есть дублирование убираем. Что можно сделать? Так, сейчас, секунду, я вспомню, как я это делала. А, да! У меня там была хорошая идея, что мы можем сделать. Например. То есть мы можем подхватывать голос в каких-то ключевых местах. Ключевые узловые места в данном случае у меня это ровная доля. И вот так идти. На верхний мебемоль я сейчас не полезу. Но там идея та же самая. То есть массивность, насыщенность правой руки, вот это вот перпетум мобили, которое там происходит, оно нам, собственно, все и даст. А правой руке можно только буквально такими микро-впрысками идти. Все. И что мы сделаем в припеве? Вот в припеве, мне кажется, ничего зазорного нету, чтобы дублировать. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. По моим ощущениям здесь дублирование, оно наоборот помогает. Оно помогает сделать толще, сделать ярче, опять же сохранить форму, чтобы она не рассыпалась, что там у нас было более легкое движение в куплете, а здесь вот какое-то произошло такое расширение, что ли, да, плотность это интереснее, увлекательнее, ля-ля-ля. И таким образом мы сохраним форму. Поэтому решение в качестве аккомпанемента может быть вот такое. Возможно, вы на основании всего того, что мы здесь разобрали, найдете какое-то свое здесь решение. И подписывайтесь на канал. Мы с вами увидимся в следующих видео. Удачи!